Привет! Прогноз на три матча РПЛ на завтра. Если кому-то интересно, смотрите, подписывайтесь. Что я думаю? Первая игра. Рубин-ЦСКА. Ну, Рубин в нижней половине таблицы. Команда борется за то, чтобы не вылететь, наверное. Ну, или, по крайней мере, не попасть в стыковые матчи. Ну, что-то вот так. Хотя бы там в десятке быть. Ну, в принципе, даже если они выиграют, они выше десятого места не поднимутся. Ну, а ЦСКА всё-таки нужно забираться повыше, потому что, да, там таблица плотная, но пока для ЦСКА сезон не самый хороший. Но здесь я считаю, что ЦСКА не проиграет, мой прогноз. Потому что ЦСКА в целом по сезону лучше Рубина. И ЦСКА, думаю, что всё-таки не проиграет, как минимум. Думаю, что даже ближе к победе. Второй матч Локомотив-Динамо. Ну, здесь мой прогноз. Думаю, что обе команды друг другу забьют. Потому что обе команды имеют проблемы в обороне. Да, Динамо там последний раз с факелом нули скатали, но там игра была совершенно другая. Здесь, я думаю, что получится игра более открытая, потому что Локомотив тоже команда такая, старающаяся играть всё-таки больше в атакующий футбол, но имеющие проблемы в обороне. И Динамо прилички тоже пытается играть в атакующий футбол, но всё равно, если брать то, как, да, команда играет в защите, всё-таки достаточно слабо играет команда в обороне. Поэтому думаю, что здесь всё-таки обе команды голами обменяются. Это вот моё мнение. Счёт, я думаю, что, ну, какой-нибудь там 2-1, 2-2, в чью-то пользу. Но тут какого-то фаворита, для меня, может быть, небольшой фаворит Локомотив, но тут всё что угодно в этом матче может быть, потому что команды в целом равны. И играют очень нестабильно, поэтому здесь исход очень сложно прогнозировать. А вот обе забьют, я думаю, будет. И последний матч, Балтика-Краснодар. Любопытная довольно-таки игра между командами. Здесь я всё-таки предположу, что мячей в этом матче мы много не увидим, потому что в целом Балтика дома старается играть строго в обороне на результат, а не большинство вот игр. Ну, за исключением там игры с факелом, всё-таки там 1-0. Единственное, вот дальше с Ростовом 2-2 сыграли атак. И Краснодар команда достаточно строго играющего в обороне, поэтому думаю, что здесь количество голов будет меньше 2,5. Вот такое вот моё мнение. Всем удачи, ребят. Всем пока.